Представители знака Зодиака Лев, мои дорогие львы и львецы, здравствуйте! Второй прогноз – гороскоп неделя с 16 по 22 октября. Давайте узнаем подсказки карт, будем реалистами. Это общий информативный прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так думаю, мы проведем с вами приятное время и какой-то инсайд вы все равно получите. Эта неделя, она отмечена солнечным затмением 14 октября, это произойдет в знаке Зодиака Весы. А 28 октября, чуть позже, через две недели, у нас будет лунное затмение в знаке Телец. Это где-то ось отношения и финансы. Какие-то события нас могут словно подводить к важным решениям. Для кого интересно, я оставлю ссылку в инфобоксе в описании под видео. Для перехода к видео, которое называется «Коридор затмений». У меня есть на канале для всех знаков Зодиака и для вас тоже. Вы можете перейти и посмотреть, может быть, чем-то будет вам полезно, интересно. И у нас сегодня колода второй стока. Интересная колода, необычная совершенно. Но давайте мы на ней зададим первые вопросы. Первую карту достанем. Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности на неделе, как видят карты? Чему сейчас не время? Или что может помешать? А что нам будет помогать? Что скрыто? Давайте достанем такую карту. И посмотрим по основным сферам деятельности. Дела, работа, бизнес. Денежная энергетика. И что в личной жизни. Достанем еще одну карту. Это будет как карта «Совет». И откроем первую. Что важно знать, чему, может быть, придется уделять внимание. Работай у тебя, все получится. И что бы вы тут ни задумывали. И, кстати, можно где-то отнести даже к отношениям. Потому что любая история, даже личная жизнь, это тоже своего рода труд. Как будто над любыми отношениями нужно трудиться в плане, уделять внимание, оказывать, может быть, какую-то поддержку, взаимоподдержку, выслушивать друг друга. Но какие-то действия все равно предусмотрены. И поэтому карта нам еще и говорит о том, что, может быть, взаимопонимание по работе будет важно. Восьмерка монет – одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И поэтому, может быть, для вас важно будет как раз определиться с работой, если вы намеревались менять. Или чем я в дальнейшем собираюсь заниматься. Для кого-то просто мы продолжаем. И из профессионала, тем не менее, есть возможность построить карьеру. Как-то все равно подняться по служебной лестнице или карьерной лестнице. В сторону увеличения все равно нам говорит эта карта. Если не финансов, то тогда наших возможностей. Или того и другого одновременно. Неожиданности. Да нет, по сути дела, этих неожиданностей. Разве что какие-то новости могут к нам прийти. Например, королева монет выпадает. Может быть, есть в вашем окружении люди, которые рождены под знаком зодиака стихии земли телец девок озерок. Или имеют там асцендент, или по луне, например. И, по сути дела, если разве что история какая-то с конкретным человеком, подобным, связана. А так неожиданностей, как таковых, нет. Здесь мы сами больше на надежность, на уверенность, на продолжение и увеличение заработка, на воплощение наших идей в реальность. Потому что как раз по королеве монет и проходит то, что мы задумали прежде. Мы теперь можем воплотить в жизнь. И как будто на этой неделе вот такое воплощение очень даже будет продуктивно. Потому что восьмерка монет с королевой монет, это, по сути, можно получить тот результат. Или проработать что-то. И прийти так или иначе к тому желаемому эффекту, который мы задумали. Все в нашей власти, все в наших руках. Чему не время, что может помешать? По жуча, знаете, какая-то наша двойственность, неопределенность. Когда мы можем так себе подумать, что я чего-то не знаю. Или у меня недостаточно знаний. Или вот просто-напросто странно. Для вас это несовершенно нетипично. По сути дела, это сомнения в самом себе. Конечно, это могут проигрываться какие-то вопросы с вашим ребенком. Когда вы, правда, не знаете, как лучше поступить. И не потому, что вы не знаете. А потому, что ребенок еще пока никак не может определиться. Вот у кого-то так может проиграться, мои дорогие. И вам вроде бы действовать надо. И есть искреннее желание, может быть, помочь. Или какую-то ситуацию, может быть, нужно разрулить. А он сам не знает, чего хочет. И с какого боку подступиться, пока непонятно. Мы можем столкнуться, кстати, с таким человеком, который тоже, ну, как ребенок. Где-то и не понадеется на него, и ответственности не потребуешь. Вот таких, наверное, если это не наши близкие, а вообще мы сталкиваемся с такими людьми, то тогда идти по чужим авантюрам точно не время и не место. Потому что мы можем чем-то, как вдохновиться. А после этого придем к выводу, елки-палки, потратил время. Кто знает, может быть, и деньги. Или вообще не в том направлении, как бы пошел. Вот есть такой момент. Не должно быть, наверное, вообще какой-то неопределенной двойственности. Понимаете, здесь больше на надежность. И все те ситуации, даже если они с конкретным человеком связаны в нашей семье, то тоже максимально нужно как-то конкретизировать. Потому что вот это вот качелеобразное состояние, или сегодня думаю одно, завтра другое, или готов попробовать одно, или в одном как будто деле себя, но и другое мне интересно. Здесь нет, нужно выбрать что-то одно конкретное. Что нам помогает? Но когда мы умеем ждать, когда мы умеем работать, вот нам об этом говорит карта, в этой колоде карт могут задерживаться, кстати, деньги, все-таки семерка монет, и как будто мы что-то не ускорим, да, может быть, обстоятельства так складываются. Или есть еще какой-то конкретный вопрос, который тоже словно не зависит от нашего только желания. Нам как будто неспешность, в принципе, это в позиции, что она помогает, будет помогать вам на этой неделе, мои дорогие львы и львицы. Как, может быть, какую-то паузу выдержать, или дождаться чьего-либо решения. У нас сейчас продуктивная неделя, и мы как раз и заработаем деньги, тут нам про это как раз все сказали. Но может быть какой-то реванш, который бы вы хотели видеть или осуществить, не совсем на этой неделе состоится. Он не отменяется, но может по времени отложиться. Что скрыто? Вы можете не видеть, кстати, каких-то отношений, или можете думать, что я, допустим, вот с учетом семерки монет, вы ожидаете предложения в новой должности, или вам что-то уже было обещано, или, может быть, в личной жизни тоже ожидания, решения человека вы ждете, как и в плане денег. Так вот как раз по эрофанту тут нам что-то по судьбе происходит. Тут нам само пространство будет помогать, и дважды будет помогать, если мы готовы учиться. Кому-то могут предложить обучение, новые курсы, или это будет связано с переводом на новую должность. Или вы сами хотите что-то изучить, и тут со знаком плюс. С другой стороны, к вам могут, мои дорогие львы, обращаться как к учителю. Эрофант – это учитель, который знает ответы на все сложные вопросы, умеет какие-то загадки отгадывать, умеет загадки жизни, безусловно, какие-то ситуации патовые, вот когда бывает нужно разрулить, вот так вот безэмоционально, хладнокровно решить какой-то вопрос. Вот что-то подобное, и ваш адрес может быть тоже направлено. По эрофанту часто это идут оформления документов, иногда идут и венчания, значит, какая-то история личной жизни. Вы можете сомневаться, а как раз партнер-то будет и не сомневаться, тут как будто что-то нам по судьбе, вот когда эрофант, правда, либо по судьбе, может быть, оформить какие-то бумаги, и даже если что-то задерживается, повторюсь, мы как будто и оформим, нам все подпишут, и печати нам поставят, и дождемся мы этой бумаги из какой-то инстанции, или если мы хотим осуществить свой проект, и где-то готовы учиться, тут тоже нет ничего невозможного. По сути дела, свершение какого-то дела. Вот о чем говорит карта. Но мы можем где-то на неделе не видеть и сомневаться. У кого-то пашчаш как раз вот в том значении проиграется. Башня, дела, работа, бизнес. Знаете, здесь не место риску. В этой колоде карт могут быть обстоятельства непреодолимой силы. И тогда мы не должны с собой рисковать. Мы не должны свою должность, свой достигнутый уже какой-то уровень, может быть, профессионализма, экспертность. Вот мы не должны поставить под удар. То есть у кого-то это буквально может проиграться, смотря чем вы занимаетесь, как работаете. Думайте, где вы ставите свои подписи или, например, печати. Если меня смотрят, ну, к примеру, доктора. То есть проверяйте документ, чтобы не было какой-то оплошности. Можно сделать что-то на автоматизме, а в итоге потом просмотреть, что елки-палки, что ж я тут подписал, еще и печать поставил. Увы, такое бывает. И это будет потом какая-то мера ответственности. Здесь нельзя быть небрежным. Мы должны как будто просчитать на пару шагов вперед, чтобы, если обстоятельства непреодолимой силы случились, значит, мы приняли быстро эту реальность, и от нас требуются как будто быстрые такие же действия. Но здесь ведь могут быть обстоятельства, которые именно обстоятельства, обстановка вокруг вас, которая может меняться. И в зависимости от этого будут где-то вами планироваться последующие действия. По башне это всегда элемент неожиданности, может быть. И поэтому, ну, себя уж точно где-то с одной стороны не подставлять под удар – это факт. И второй момент – быть, наверное, готовым к тому, что если необходимо, либо я выхожу из игры, например, может быть такое, или, может быть, будет смысл вообще куда-то наоборот поехать и на местности решать вопрос. Для кого-то из вас может быть вполне и такой вариант, когда вам придется кому-то оказывать помощь. Но, значит, это тоже должно быть в том ключе, когда мы с собой не рискуем. Есть понимание какой-то, знаете, болезненной ситуации. Была какая-то гармония, а здесь она как будто нам может так показаться, словно разрушается. Мы стремились к какому-то балансу, по этой карте, а здесь судьба нам какой-то сюрприз преподносит, когда какая-то, к примеру, наша либо идеология, убеждение рушится, и нам придется как-то это принять как данность и уже с новыми условиями увидеть, ну, продолжение того или иного дела. Больше философия, безусловно, карта в этой колоде, она именно говорит об этом. Ну, давайте мы посмотрим, что у нас на финансах, хотя нам тут все сказали, то с мечей выход из лабиринта. У кого-то, правда, изменения, например, может прийти вот эта башня, означать, ну, я, к примеру, как вариант приведу, допустим, ваша компания, где вы трудитесь, она тоже сотрудничала с какой-то другой, и вот теперь эти связи разрываются, или какие-то новые условия сотрудничества, и здесь может где-то быть под ударом ваша должность, или новые условия труда, режим работы, или новые способы оплаты, или сама по себе оплата в каком-то другом количестве, именно потому что какие-то внешние события происходят, и по ту зуме, чей мы как будто найдем выход из лабиринта. В любом случае, какой-то вариант решений по деньгам вы здесь находите, потому что две карты у вас выпадают пентагли, но, кстати, деньги-то мы получим, все, что нам причитается. Может быть, отчасти поэтому нам королева монеты говорит. Ведь по этой карте очень хорошо проигрывается что? Работа на самого себя. Это когда мы сами себе начальники, руководители, и где-то это вам очень импонирует. Какой-то мы наш проект, если будем развивать. Вот здесь будет тоже. Ну, а по крайней мере, есть смысл об этом подумать, мои дорогие львы и львицы. Личная жизнь. А здесь десятка чаш. Здесь посмотрите. Вот, кстати, знаете, полярные такие энергии на личную жизнь и дела, работы, бизнес, деньги, как будто есть элемент либо важного решения, либо внезапностей. А по личной жизни здесь любовь, десятка чаш, какие-то радостные события, какие-то новости, вдохновение. Мы как будто на вершине, посмотрите, ступени. Уходят высоко. И человек словно парит. Накрыли их счастье, мои дорогие львы и львицы. Вот что-то такое добро, восторженно, хорошее в личной жизни у вас определенно будет. Может быть, признание любви. Может быть, встреча с каким-то новым человеком. Может быть, даже и это не будет любовь, но какая-то история новая, которая начинается с дружбы, которая по судьбе, кстати. Но когда вы чувствуете, что вас человек понимает, и это тоже окрыляет на самом деле, ну, карта, по сути дела, счастья вам на личную жизнь и полноты эмоций. Давайте карту совет откроем. Карта истока. В этой колоде карт исток. Если всего 21, старший аркан, а это 22. Так вот, ремниската, которая вверху карты, возле названия, изображена, надеюсь, вита, означает какие-то супер наши способности. В каком плане? В ментальности нашей. Как будто что-то завершается, и нам ведь об этом и говорят. И продумывай, что ты будешь делать дальше. Это та карта, которая как переход после 21-го старшего аркана к нулевому. Это наши планы на будущее. Но это не эфемерные планы, а это как будто мы себе уже рисуем четко реальность, которую мы хотим достичь. Это наши четкие намерения и цели, которые мы ставим. Они нам помогают. И нет ничего невозможного. У вас же вот работают, у тебя все получится. И как раз мы говорили, королева монет, она умеет создать из своей ментальности какую-то реальность. Вот что-то такое мы как будто и на этой неделе получим. то, что нам причитается. Но на будущее нам говорят с каким-то элементом новизны смотреть, потому что какая-то ситуация невольно подходит к концу. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.